Устройство утепленной мягкой отмостки SplanterGeo. Новый загородный дом выглядит прочным. Его стены способны сохранять тепло зимой и прохладу летом. Но даже самый крепкий дом не сможет прослужить долго, если не защитить его фундамент от дождевых вод и морозного пучения грунта. Сделать это можно с помощью мягкой утепленной отмостки. Наш дом расположен на пучинистых грунтах. Их основная проблема стоит в том, что при насыщении водой и последующем замерзании почва увеличится в объеме, что может привести к разрушению фундамента. С этой проблемой отлично справится утепленная мягкая отмостка с профилированной мембраной SplanterGeo в основании. Для устройства мягкой утепленной отмостки нам понадобится профилированная мембрана SplanterGeo, самоклеящаяся битумная лента PlanterBand, двухсторонняя клейкая лента из полипропилена, краевые планки PlanterProfil, утеплитель XPS TechnoNicol CarbonEco, винты с широкой резьбой. В первую очередь нам необходимо подготовить траншею. Для этого при помощи шнура и колышков размечаем контуры будущей отмостки и вынимаем плодородный грунт на глубину 30-35 см. Ширина нашей мягкой отмостки будет 100 см, ширина утепления 120 см. Для удобства установки бордюра ширину траншеи делаем 130 см. Теперь наша задача сформировать небольшой уклон от дома. У самого дома уровень грунта должен быть на 5 см выше, чем по краю траншеи. Такой уклон позволит эффективно отводить лишнюю воду от фундамента. Грунтовое основание тщательно уплотняем при помощи виброплиты. На уплотненную песчаную подушку укладываются плиты XPS TechnoNicol CarbonEco. Утеплитель будет защищать дом от низких температур зимой, а также от разрушающего воздействия сил морозного пучения грунта. Пришло время укладывать профилированную мембрану. Мы используем плантор ГЕО. Это стойкий к агрессивным средам и бактериям материал из полиэтилена высокой плотности. Его основная задача отвод воды от фундамента. Для этого по всей площади мембраны расположены выступы высотой 8 мм. В свою очередь к вершинам выступов термически присоединен геотекстиль Тайпар, который позволяет их кинофильтровать в воду от грязи и мусора. Таким образом мы предотвращаем осорение водоотводящих каналов. Мембрана укладывается поверх плит утеплителя геотекстилем вверх. Нарезать ее надо на 30-35 сантиметров шире траншеи, чтобы завести на цоколь. У дома материал необходимо заводить выше уровня декоративного покрытия на 5-10 сантиметров. Для защиты от мостки от вымывания подстилающих слоев рекомендуется завести геотекстиль на стенку траншеи. Для надежности крепления мембраны на цоколе используем краевую рейку плантер-профиль и пластиковые винты R16 с широкой резьбой. При соединении двух полотен мембраны нахлёст должен составлять не менее четырех выступов. Швы между полотнами проклеиваем самоклеющейся лентой плантер-бент, а швы геотекстиля полипропиленовой клейкой лентой. Далее формируем несущее основание щебня толщиной 8-10 сантиметров. Уплотняем виброплитой. На расстоянии 100 сантиметров от соколя устанавливаем бордюры на уплотненный слой щебня. Их рекомендуется фиксировать на цементно-песчаный раствор. Бордюр расположен выше уровня мембраны, таким образом, что не мешает отводу воды. На слой щебня укладываем подстилающий слой из песка толщиной 3-5 сантиметров. Теперь приступаем к укладке плитки. Мы закончили устройство мягкой отмостки. Мембрана Плантер Гео будет эффективно отводить лишнюю воду в сторону от фундамента, а экструзионный пенополистирол обеспечит защиту от морозного пучения грунта. Такая конструкция прослужит несколько десятков лет, не требуя ремонта и дополнительных финансовых вложений.